Дамите ахарат, я ледурап. Дамите ахарат, я ледурап. Дамите ахарат, я ледурап. Ну что же, и с самого начала этой группы спортсменов мы наблюдаем за фигуристами, каждый из которых может в итоге подняться на предестал подсчета, я думаю, что даже на верхнюю ступеньку. Первая программа в исполнении Шуни Сата, ни много ни мало, победителя финала Гран-при среди юниоров с потрясающим результатом под 178. Это, пожалуй, максимум из того, что показывали эти парни в нынешнем Сезон. Кто здесь Ромео, кто Джульетто, решайте сами. Музыка не народ. КОНЕЦ 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 да с таким началом и так достойно откатать вторую и большую часть программы надо традиционно отдать должное японскому мужеству уже не раз и не два мы видели как как азиатские спортсмены в частности представители страны восходящего солнца преодолевают всяческие невзгоды и сейчас шинсата в очередной раз подтвердил что он способен на многое но а мужество ему не занимать помните да как после падения с четверного тулупа он даже какое-то время такое ощущение был состоянии игроки как боксер сильного пропущенного удара вот похоже что пропустил удар на только удар головой облёт был уж они сад и тем не менее он поднялся и оставшуюся часть программы исполнил практически безупречно развалился на лутце попробовал исполнил 4 оборота спортсмен тем не менее смотрите удержал выезд потом исполнил очень достойно хоть и не безупречно каскады с четверного и двойного тулупов но и вот момент который вполне мог стать ключевым не видно на этом повторе ну и слава богу что не вид ударился головой или нет как бы то ни было падение получилось очень серьезным но этот момент не стал ключевым в программе он ее не развалил в хлам как говорится как примеру мы видели у джозефа фана собрался сада исполнил смотрите какие прекрасные аксели в три с половиной обороты вообще в целом вторая часть программа была исполнена очень и очень и очень сильно педагога 142 балла получает Сата. Третий результат в произвольной программе. По сумме он тоже третий. Пропускает не только Гуменника, но еще и Максима Наумова.